Железная логика Не было сомнений По инициативе Литвы я уже 8 лет Мне запрещен въезд в Европу 8 лет уже 8 лет без Европы 8 лет прошло Кстати, кто хочет послушать Тогда еще, в 2014 году Я выступал в Вильнюсе И в общем, должен сказать, что Большая часть из того, что я там наговорил В итоге так все и сложилось Как в воду глядели Но смысл не в том, что я как в воду глядел В смысле в том, что Литва тогда уже Как бы этого как-то испугалась Поэтому, ну что ж, Литва Литовцы, так сказать, уехал литовский посол Ну и не вижу в этом, если честно Большой проблемы Какие-то высылки дипломатов Германия обещала 100 выслать Выслала 40 в итоге Может еще 60 выслит, будем надеяться Зато Германия объявила О национализации немецких дочерних Компаний Газпрома Это очень, кстати, необычный ход Не все ожидали его Это еще раз говорю, вот это к вопросу Тех, кого назовем партнерами И тем, кому мы не хотели бы создавать проблем Друзья мои Это не получится вернуться Не надо цепляться за прошлое В него вернуться не получится Надо из нынешней ситуации Как бы извлекать Значит, уроки А и Б Смотреть, какие возможности можно использовать Потому что здесь вот это вот Давайте мы не будем создавать Значит, проблемы тем, кто создает их нам Вот Если еще раз там по поводу всей ситуации на Украине Но в конце концов, в конце концов Мы же просили, как бы, ну не тащить ее в НАТО Просили же, просили Нет, они говорят, нет, нет, будет То есть велика всем этим вещам Вот Насчет национализации этих самых германских активов Газпрома Ну, я думаю, что Какие могут быть препятствия Помните, когда вот некоторое время назад Мы обсуждали, еще до того, как я тут уезжал Обсуждали возможность национализации Иностранных компаний И вот здесь многие говорили Ну нет, ну так вот делать не надо Так делать не надо Почему не надо? Ну это же не принято Кем не принято? Кем не принято? Ну вот ловите, как бы, кем не принято? На самом деле здесь и нечего стесняться Я считаю, что у нас достаточно всяких разных активов Там и немецкие компании здесь Национализируйте все это дело Пусть теперь это будет наше Ну какая разница, если все равно Оно как бы не может работать на нас А наше, так сказать, имущество там забирает У них здесь тоже достаточно много всего И плюс еще вопрос, да О вот этом патентном праве До сих пор мы как бы топчемся на месте Опять же, топчемся на месте И думаем, что а вдруг как-нибудь все рассосется Таким чудесным образом Да не рассосется уже Я вот даже если мы вот все вот сегодня там вот скажем Все, мы сдаемся Ничего не рассосется Потому что как бы цель все равно в конечном итоге Как каким-то образом добить Россию Так ли, сяк ли, или еще как-нибудь, да Вот сделать так, что все равно не на этом этапе Так на следующем Поэтому вот это, опять же, это мое личное мнение Такое частное Стесняться ничего уже не надо Если нам что-то выгодно, надо это делать Вот Если, значит, не можем сделать Значит, надо думать, как сделать Да, чтобы так, чтобы смочь это сделать Да Вот, собственно говоря, и все Вот с этим, с этим как бы, да И надо работать Вот национализируют они это Ну а мы будем национализировать то, что здесь находится Плюс технологии Еще раз говорю, Китай Стал относительно технологически развитым Фактически Отменив патентное право Они называют это Значит, нехорошим делом А мы говорим, как бы, так сказать Это необходимость Ну у нас же вот этот есть параллельный импорт сейчас Мало Мало? Мало Ну это хоть какой-то уже шаг Параллельный импорт Да, параллельный импорт Ну, наверное, только-только начинает Как бы это развиваться Вот, в честности, по этому поводу Министерство цифрового развития, так сказать Попросило, типа, не применять санкции К тем компаниям Которые не предустанавливают заранее Российские программные обеспечения Да, ну, как сейчас Как эта мера вот вынужденная Да, может быть Может быть Это надо делать Но этого мало Потому что нам нужно просто Понимаете, нам надо освоить Производство собственных технологий А это можно сделать Только по большому счету Ну, грубо говоря Вот мы что-то там Даже если мы когда-то что-то делали А сейчас вот уже не можем делать Да Или никогда этого не делали Да А как мы можем начать это делать В нынешних условиях Ну, только скопировав Как бы, да И попытавшись Делать Производить самим Собственно говоря, как Советский Союз Работал Да, по-другому никак Я вам могу сказать, что так работают Вообще практически все Тут Если вы не изобретатель этой вещи То все остальные Все равно у кого-то что-то стырили Ну, да Вот посмотрите, например, на iPhone И посмотрите на все китайские смартфоны Да Почувствуйте разницу И так было вообще Так было вообще всегда Так было вообще всегда Потому что все равно Как бы все вот эти технологии Они все равно постоянно перетекают Потому что Знаете Технологии какую-то Ее все равно изобрели в одном месте Там, ну, условно говоря Там Китайцы изобрели порох Вот Но Теперь порохом пользуются все Да Как бы, да И принцип реактивного движения Собственно говоря, да Впервые тоже Был изобретен как раз вот китайцами Насколько я понимаю Когда они, так сказать Начали делать вот эти все Хорошо, что Свои такие Пороховые штучки-тучки Ну и что Они не начали его применять в тот момент Иначе бы Европа была совсем другая Да Все остальные Все остальные Как бы это слямзили Каким-то образом, да И развивали уже у себя Это обычное дело Точно так же, как развивается Там есть, конечно, такая ситуация Когда там Идеи, что называется Носятся в воздухе, что называется Да, витают в воздухе Там Условно говоря Там человечество было там В разных В разных вариантах Там Забочено Предположим Там идеи Сначала там Кораблестроение И корабли строили везде И они были примерно похожи А потом воздухоплавание Вот Но с тех пор, как мир стал информационно прозрачен Что называется С тех пор, как мир стал, так сказать, очень связан информационно Чем больше он связывался Тем больше Разные страны Разные культуры Разные цивилизации Разные технологические школы Просто заимствовали друг у друга То, что сделали одни А другие не смогли сделать Они это заимствовали Иногда даже развивали лучше Чем это получалось у изобретателей Вот именно с китайцами Именно такая история произошла Они в основном порох-то использовали В мирных целях В военных целях гораздо меньше Хотя в военных тоже использовали Но потом Понятное дело Что первенство в развитии вооружений В этом смысле Да, было у Европы И именно там, как бы, да, стали развиваться Все эти вещи Потом с помощью этого же оружия Собственно, Европа, Китай В какой-то момент, так сказать, и поработила Или, по крайней мере, поставила на колени Но это обычная история Поэтому я думаю, что вот это копирование Копирование и развитие Это нормальный совершенно путь И ничего здесь такого нет Вот это тоже попытка, знаете, все зарегламентировать Попытка все зарегулировать Попытка, так сказать, все за это самое Подчинить каким-то вот этим правилам Она работает на тех Кто первый Кто первый, да Конечно Остальные уже должны Остальные должны, как бы, у нее покупать Ну, может быть, это для каких-то условий Таких, знаете, иллюзорных, тепличных годится Но, в общем и целом, я не вижу в этом смысла В данной ситуации Вот, то есть надо просто брать Вот, что-то брать, да Отменять все эти патенты, как бы, да Делать свое там, где это можно, да, делать, да И производить свое, называйте это по-другому Вот, собственно, и все И больше, больше ничего Но, в любом случае Сейчас Такие времена наступают, что Видимо, придется Что-то нам, ну, придумать Да не придется, а уже давно пора это делать Причем это вот уже Вот, вот нужно уже сейчас что-то придумать Вот это уже надо было делать позавчера Ну, уже, Сергей Александрович, надо бы, конечно Да, вчера, да Ну, хорошо, вчера не сделали Сегодня давайте делать Делать и давайте сегодня Потому что многие вещи, мне кажется У нас есть проблемы, так сказать, немножко С этим, с согласованием разных сторон Да, и вот, опять же, с этим вот С реакцией Надо быстрее действовать Все Было, не было, как бы все То, что было, прошло Все это, это вот никак вот вернуть абсолютно невозможно Надо исходить из того, что вот Из ситуации на сегодняшний день, да Вот, прогнозировать то, что будет дальше И, соответственно, принимать решения Независимо от того, как они там Вписываются они там куда-то Не вписываются они там куда-то И вот, опять же, все эти разговоры Про там, опять же, вот это авторское право Ну, вот, хорошо У китайцев практически все, что они сейчас делают Это копии, там, мягко скажем, да Это вещи, которые копированы Кстати говоря, в значительной степени копированы И с наших тоже технологий Например, модернизация китайской армии Она в значительной степени проходила по такому пути Они закупали у нас там, скажем, 2-3 экземпляра той или иной техники Разбирали ее до винтиков, так сказать И пытались копировать Обратный инжиниринг, да Да, то, что как бы им удавалось копировать А это удавалось там Что-то у них получалось с более низким качеством Но получалось Что-то не получалось Они как бы, да, закупали еще раз у нас, да Вот, и не только у нас Вот, вот и все Ну и что, и что вот это, типа Это как бы порочный путь Порочный или не порочный Однако китайцы смогли развить на этой основе Как бы, да, очень серьезную индустрию Обеспечили и себя, и продают на этот самый, на экспорт И ничего, как бы И никто, да, вот все там, многие недоволен Ну и что из этого, да Они получили результат И я считаю, что это нормальный путь А мы об этом говорили, не знаю, даже до всех этих событий Об этом говорили, что это совершенно нормальный путь Я не вижу в этом, если честно, ничего не нормального Вот это наша попытка играть, знаете, в какой-то такой юридизм Ну вот мы соблюдаем вот эти все И вот они, типа, как ценят это Да никто это не ценит Я думаю, что тут вопрос не в том, что они ценят Никто это не ценит Ну мы что-то получаем все равно от этого Не знаю Играя по их правилам, мы какие-то, конечно, все равно что-то получали Ну я не знаю, кто мы, но в любом случае Что-то получали, но это что-то, вот на мой личный взгляд, это было очень иллюзорно То есть я прям очень сомневаюсь, Сергей Александрович, что мы реально рассуждали, сидели, вот как бы так сделать, чтобы они нас ценили Нет, я думаю, что, к сожалению, рассуждали, я даже уверен в этом Более того, я даже знаю, что именно так, так сказать, и делали Ценили, в плане давали нам что-то, что нам нужно Ценили, значит, те, кто материально заинтересован в жизни на Западе, они в этом заинтересованы для того, чтобы были, для того, чтобы им давали жить на Западе Богато, безбедно, сыто и прочее, прочее А вот те, кто был заинтересован в некоторых этих самых, в том, чтобы зарабатывать на контрактах с импортными компаниями Делали это, чтобы зарабатывать на контрактах, да А вот те, кто, так сказать, питал иллюзии по поводу того, что вот так вот они будут лучше относиться к России Мне кажется, они в конце концов проиграли Вот это мое мнение То есть те, кто был лично заинтересован в этом, лично, своим карманчиком, своей, так сказать, жизнью Да, они что-то получали, вне всякого сомнения Получала ли что-то от этого страна? Не знаю, на мой взгляд, на мой взгляд, так сказать, что-то получала, но проблем было больше Почему? Потому что это называется технологическая зависимость Вот что это называется Это называется, вот это вот соблюдение правил называется технологическая зависимость Соблюдая эти правила, мы никогда бы не смогли научиться делать свое Никогда Соблюдение этих правил, оно вело в тупик в тупик бесконечной покупки за свои ресурсы чужого, так сказать, конечного продукта. Потому что просто так дарить что-то или, как бы, так сказать, отдавать, они не собирались ни в каких условиях. Потому что им важно было продавать нам это. Поэтому соблюдение этих правил, написанных не для нас, на мой взгляд, оно интересам России никогда не соответствовало. Это мое личное мнение. Вообще никогда не соответствовало. Потому что оно предусматривало вечную технологическую зависимость. Почему китайцы и пошли этим путем? Могли ли китайцы просто покупать? Да, могли. Да, могли. Но это означало, что никогда бы не могли сделать ничего своего. И всегда были бы зависимы от этих поставок и от этих покупок. Поэтому вот эта игра по этим правилам, игра, так сказать, вот в это международное право, вот в это, как бы, соответствие каким-то юридическим вещам, она была игрой в одни ворота, на мой личный взгляд. Да, те, кто на этих контрактах сидел, так сказать, тот получал с этого деньги. Это правда. Но для развития экономики страны это был тупик. Мы говорим, вот мы будем постепенно локализовывать, постепенно, но даже эта постепенная локализация, она не вела к передаче технологий. Да, локализовывалось. А что локализовывалось? Ну, локализовывалась там штамповка какая-нибудь, скажем, да, металл в лучшем случае, да, или какой-нибудь самый дешевый пластик, там имеется, например, в сборке, да. А реальные, так сказать, реальные технологии высокие не локализовывались никогда. Да, эти вещи они всегда держали в руках. Я думаю, что, может быть, еще китайцам помогли те гигантские суммы денег, которые они вкладывали во все это. У нас, я думаю, просто даже при всей возможности таких денег нет. Гигантские суммы денег, которые они вкладывали, которые появлялись у них, знаете, от чего? От того, что они не давали гигантским суммам денег уходить из страны. А мы давали. А мы давали все эти 30 лет гигантским суммам денег уходить из страны. Все время. Плюс еще гигантский рынок. Они могли вводить нововведения и сразу их испытывать у себя на миллиарды населения. Ну да, наверное, могли, так сказать. Говорят, нужно 300 миллионов минимум, чтобы начать вводить. У нас, так сказать, примерно 300 миллионов жило на постсоветском пространстве. В принципе, при определенной, значит, политической, так сказать, политическом умении можно было бы этим заниматься. Эти 300 миллионов могли бы вполне быть нашим рынком, если бы нам было что им поставлять. Тоже верно, да. Понимаете? А мы сначала лишили себя возможности поставлять, на этом убили целые отрасли, а потом стали плакать. У нас же ведь нет рынка. А знаете, почему у вас его нет? Потому что вы убили свое производство, и вам нечего поставлять туда. Вот и все. Поэтому здесь как бы этот финтушами, он очень простой. У нас нет этого рынка, потому что нечего туда продавать. А нечего продавать, потому что вместо того, чтобы развивать и модернизировать производство после распада Советского Союза, его просто уничтожали. Ну вот насчет убили производства, я помню, коллега мне рассказывал вот у нас тут на работе, что в советское время, да, у нас была радиоэлектронная промышленность, но при этом какой-нибудь японский видеомагнитофон можно было купить там типа за 1000 рублей при зарплате инженеров 120, и то как-то с рук, ну 1000 рублей. То есть это говорило о том... Потому что наша техника была хуже, но дешевле. Потому что тут же еще такая, так сказать, вопрос соотношения цены-качества. Ведь неужели вы думаете, что китайцы, так сказать, да сразу насытили свой рынок Мерседесами? Нет, конечно. Вот тот, кто был в Китае, особенно как бы в прошлые годы, прекрасно знает, на чем китайцы ездили еще 20 лет назад. Они ездили на каких-то вообще совершенно убитых коломагах таких, очень смешных. Например, как бы меня... Но своего производства. Меня поражали как бы трехколесные автомобили в огромном количестве, производимые в Китае для того, чтобы как бы насытить рынок. Ведь эти вещи как делаются? Посмотрите. Сначала вы делаете плохо, но дешево и много. И ваше население покупает то, что есть. Потом как бы, да, накапливая деньги на производство этого, вы переходите на новый уровень качества. Потом на следующий, потом на следующий и так далее, и так далее. Поэтому многие советские производства, они вполне себе могли быть модернизированы и постепенно перейти на более высокий уровень качества. Что-то, видимо, было обречено на гибель. Что-то неизбежно пришло бы закупать. Но опять же, так сказать, закупать как? Вот вы сейчас вспомнили про видеомагнитофоны. А вы знаете, какая там была история с видеомагнитофонами? Например, видеомагнитофон ВМ-12, так сказать, да, как и ВМ-18 и ВМ-20, это были копии японских видеомагнитофонов. Копии. Но стоили они дешевле. Вот и все. И вот таким образом бы это и развивалось. И вообще никого ни разу не колбасило, что это копия «Панасоника». Но копия — это копия. А много их было? Их много было достаточно. Их можно было купить. Но что касается дефицита, эта проблема была у советской системы, несомненно. Но я говорю сейчас не про советскую систему. Я не считаю, что советская система могла сохраниться в том виде, в ком она была. Я об этом много раз говорил. Я говорю о возможности модернизации этих вещей. Возможность такая была, этой модернизации. Но вместо того, чтобы развивать и модернизировать, их просто, так сказать, уничтожили. Уничтожили. Ну, у меня просто такое рассуждение, что, условно говоря, сохранили бы мы вот эту промышленность. И вот, условно, как-нибудь в Казахстан. С одной стороны, японская техника пришла, с другой стороны, российская. Цена, Сергей, цена. Если бы они были по одной цене, японская техника никогда бы не стоила, не была бы в одну цену с российской. На самом деле, главную конкуренцию нам составила кто? Как раз товар из Китая, потому что он дешевле. Ну да, тот же Китай пришел бы. Не товар из Японии, а товар из Китая. Но на момент 91-го года не было этого товара из Китая. Вот в чем вопрос. Потому что многие, знаете, живут вот сегодняшним днем. А смотрите вот китайский. Вспомните 91-й год. Да они не производили тогда ничего этого. Я вот лично абсолютно убежден. И я просто это хорошо помню. На момент 91-го года Советский Союз был в разы более технологически развит, чем Китай. Это за вот эти 30 лет, как бы, да, они смогли нарастить вот это мясо. А тогда у них вообще ничего не было. Все то, что стало приходить из Китая в 90-е годы, вот кто помнит, это было просто барахло. И это барахло здесь покупали, потому что, а, собственно исчезло, а их барахло стоило 3 копейки. А потом на наших же деньгах, в том числе на наших с вами деньгах, продавая нам вот это барахло, они смогли научиться делать более качественные вещи. И сейчас это делают. И этот путь мы могли бы точно так же пройти, причем стартуя с более выгодных условий, гораздо более выгодных. Потому что в тот момент, например, ни из какого Китая никакие видеомагнитофоны приходить не могли. Их там просто не было. Они их на тот момент не делали. Их не существовало. Вот и все. Вот в чем вопрос-то. А любая, условно говоря, японская, европейская или американская техника, она все равно стоила на порядок дороже всего того, что производила в Советском Союзе или могла бы производиться в России. И поэтому любая российская продукция, даже будучи по качеству хуже, она имела огромный рынок сбыта. Огромный спрос она имела. Вот, собственно, и все. Вот в чем дело. То есть там можно было бы запросто, так сказать, какую-то комбинированную картину сделать, при которой что-то пришлось бы закупать, что-то можно было бы копировать и налаживать у себя, а что-то модернизировать и производить. Потому что некоторое производство, да, например, скажем, те же там подшипники, а это очень важно, да, у нас было очень передовым. Некоторые вещи, в том числе даже в электронике, были более чем передовыми, да. Например, собственные процессоры, да, как бы делали уже тогда. Делали уже тогда. Но убили производство, стали закупать компьютерную технику. Вот в чём вопрос-то. Вот в чём вопрос. Вопрос в том, что условный рынок отрегулировал всё не в пользу нашей страны. А если бы у нас был этот товар, я вас уверяю, его покупали бы и в Казахстане, и в Туркмении, и в Грузии, и где угодно. И был бы рынок. Рынок появляется тогда, когда вам есть что предложить этому рынку. А когда у вас ничего, кроме нефти и газа, не осталось для этого рынка, естественно, этот рынок будет заполнен другим. И я так хорошо помню, в 90-х годах, не японская и американская техника пришли, не японские и американские товары пришли, а китайские в первую очередь. Сергей Михеев, Сергей Криневский в студии. Сергей Александрович, значит, что у нас тут за интересные дела? Я просто хотел, так сказать, закончить эту мысль. Про Советский Союз. А про то, что то, что не сделали тогда, надо срочно делать сейчас. Вот, собственно, и всё. Надо модернизировать то, что можно модернизировать, создавать то, что надо создавать, независимо от того, соответствует это каким-то международным правам, не соответствует международным правам. Просто делать, чтобы это производилось здесь, чтобы у людей, так сказать, была работа, чтобы было чем заниматься. Вот, собственно, и всё. Есть ли жизнь на Марсе? Нет ли жизни на Марсе? Науки, то неизвестно. — Значит, за прошедшую неделю США нарастили поставки нефти из России на 43%. Хотя ранее они принуждали европейцев отказаться от всего-всего и сами ввели эмбарго. Но, видать, не получается хоть как-то снизить цены на заправках. — Не получается. И, в принципе, вот эта игра на международных рынках, она тоже, несомненно, важна. Потому что тоже к вопросу об американцах они требуют каких-то над нами судов. Они говорят о поддержке Украины. Они говорят о давлении на Россию. — Они одновременно покупают, так сказать, у нас нефть. Я, правда, до сих пор не могу понять, как они ее покупают. — Танкерами. — Не может быть, вернее, да не танкерами, а деньги-то как платят? Если все расчеты заморожены, как они платят деньги? Значит, не заморожены. Или не все. Или мы что-то, так сказать, не знаем. Или я, может быть, в этих экономических вещах не разбираюсь. Но раз они наращивают эти поставки, интересно, как это сочетается в головах, например, тех, кто верит в американскую поддержку Украины. Например, смотрите, фактически, покупая наши нефть, они оказывают нам экономическую помощь, хотя одновременно вводят санкции. Но, например, в Украине они экономическую помощь сейчас не оказывают вообще. Все, что уходит на Украину, это касается только продолжения войны. То есть, как можно больше кидать этих долларов в топку войны, а здесь они нормально себе спокойно закупают нефть. Но здесь мне даже не важно не столько это, не столько, так сказать, какой-то двойной, двойственный цинизм, сколько то, что действительно они не могут обойтись. Если бы они могли обойтись, они не покупали бы. Ну, сами понимаете, да? Вот зачем им тратить на это деньги, зачем, так сказать, им это подставляться, зачем им это покупать, если бы они могли спокойно без этого обойтись. Значит, не могут даже они, потому что я слышал, что они распечатали все запасы, все хранилища, все запасы. А, кстати, по ходу дела саудовцы как-то не вняли, значит, с убеждением сделать все, чтобы снизить цену на нефть и, наоборот, поднимают цену, в том числе, на свою нефть. И, видимо, цена на нефть будет только расти. Вот, кому ее продавать есть, поэтому, что касается денег, опять же, да, вот насчет денег, насколько я слышал, у нас этот год будет с очень серьезным профицитом бюджета. То есть денег, на самом деле, более чем достаточно. Вопрос в том, как их тратить, на что их тратить, да, и что за них покупать. Вот этот, так сказать, вопрос является, собственно говоря, основным. Вот, а деньги-то есть, так сказать, денег более чем. Вот, еще раз говорю, в этом году профицит бюджета очень большой, как бы, да, некоторые говорят, что он даже вообще там беспрецедентный. Вот, поэтому вот эта ситуация на этих самых, на газовых, нефтяных рынках, на рынках углеводородов, она будет влиять на все, в том числе и на политику. Другой вопрос, что я думаю, что нам надо просто напрямую увязывать эти вещи, возможности, так сказать, какие-то тоже в экономической сфере напрямую увязывать с политикой. Может быть, где-то кто-то на каком-то уровне это и, на каком-то уровне, так сказать, это и делает, вот, но, может быть, это надо делать более, более открыто. Так как, вообще, не перестаю удивляться по поводу европейцев, потому что самыми обезжиренными здесь становится Украина, ну, это в первую очередь там просто сгорает, как бы, да, вот, и Европа. Потому что Европа от этого не получает ровным счетом вообще ничего. Вот, даже я говорю, вот как бы события не развивались, вот как бы они не развивались, да, Европа пока, по крайней мере, вот в обозримой перспективе, я не вижу вообще ни одного бонуса серьезного, который она может получить. У них там все больше истерики, давайте запретим это, давайте запретим это. Я им предлагаю, кстати говоря, вот что сделать, выпустить карты мира, на которых России не будет, они же все отменяют. Вот, или глобус выпустить, на котором, так сказать, там тоже ничего не будет, там, да, вот, например, там будет мировой океан, там, или что-то. Это будет тоже очень показательно с точки зрения их, что называется, такой вот, истеричной злобы. Вот, а американцы, американцы гребут свое, американцы, так сказать, да, раскладывают деньги по карманам. Американцы совершенно, как бы, не стесняются брать то, что им нужно. Вот, в частности, и ту же самую эту нефть они покупают, потому что она им нужна, им ее не хватает. Потому что им надо, почему они в том числе покупают? Потому что им надо снижать цены на бензин. Зачем? Потому что, на самом деле, это одна из главных претензий к Байдену, что цены растут, в том числе цены на бензин, за этими ценами на бензин растет все остальное. Вот, а ему надо доказать, что нет, все-таки он делает все правильно, его политика, она экономически выгодна. Потому что пока удается все сваливать там на Россию, да, на Путина, пока все можно сваливать какое-то время. Но это долго тоже, долго тоже это не продержится. А где перспектива того, что все изменится к лучшему с точки зрения цен на нефть? Ну, пока такой перспективы нету. Вот, как бы ни развивались события, пока такой перспективы нету. Это значит, что это будет только расти. А, кстати, что касается цен там на нефть, газ и уголь. Интересно, что в Европе говорят, что это, значит, хорошо, потому что нам позволят развивать зеленую энергетику. Но, опять, зеленую энергетику быстро развить не удастся. А американцы, в этом смысле, просто хитрее, как бы и циничнее. Нет, в Нью-Йорк Таймс статью, смотрю, что вышел новый доклад по поводу экологии, по поводу глобального потепления. Его можно и нужно остановить, еще есть возможность, но это окно возможностей очень сокращается быстро. Времени на ошибку просто нет. Это вот сейчас разгоняют эту тему. Хотя, конечно, по сравнению с украинской ситуацией, это все очень выглядит странно, по меньшей мере. Я думаю, если честно, вот украинская ситуация для нас, как бы вот она на первых полосах, что называется. А вообще, вот в этой большой игре, что называется, это лишь эпизод. Это лишь эпизод, да, и такой эпизод при этом, может быть, даже для них второстепенный. Потому что, ну, если честно, они, конечно, к судьбе Украины, они, в общем-то, равнодушны. Потому что с Украиной, кстати, не будет ничего хорошего, ни при каких абсолютно, вот, опять же, вариантах развития событий. Вот ни при каких, потому что... А там какой-то план маршала готовят, условный. Ну, условного маршала. Условного маршала. А у меня вопрос, а почему этого, план маршала, не случилось до этого? Ну, потому что теперь она, как бы, ее представляют как жертву, как потерпевшую, и надо помогать. А до этого не надо было помогать? Вот этого нет. Не надо было, я понял, да? Ну, конечно. Но брать в Европу, я так понял, не спешат. Я думаю, что все это, так сказать, сплошной пиар, потому что пока мы видим только одно, как американцы, да, все больше и больше, как бы, пользуются европейцами, обезжиривают эту Европу, как бы, да, а вообще к себе, так сказать, в эти самые карманы складывают дивиденды, хотя эти дивиденды тоже могут быть такими, что называется, сомнительными. Насчет окна возможностей по экологии, это такая тема, которая, мне кажется, сейчас вот вообще даже говорить про это. Ну, хорошо, опять же, атомные станции, ну, стройте атомные станции. И кто, вот что-нибудь кто-нибудь слышал про то, что, например, Европа собирается, принимает программу, там, о постройке, там, условно говоря, 20 атомных станций? Нет, но я знаю, что в Германии пока отложили закрытие. Нет, они уже закрыты, как отложились? Ну, какие-то еще там будут работать какое-то время. Но их мало в любом случае. Ну, их мало в любом случае, значит, быстро ничего не получится с этим сделать. А на самом деле я могу сказать, какой расчет. Расчет у них один, что Россия выдохнется, все. Да, абсолютно. На самом деле все остальное, рассказы про экологию, про атомные станции, про все остальное, как бы, это все фигня полная. Это все полная фигня, расчет только один, что удастся, как бы, да, в принципе, они рассчитывали, что это удастся сделать, там, за 2-3 недели, не получилось. Расчет только один, что Россия выдохнется, условно говоря, до осени. Да, как бы, они откатят все назад, да, с такими, так сказать, с... Но уже в ситуации, когда Америка эту Европу пристегнет просто кандалами к себе, вот, и, значит, по крайней мере, в Европе американская власть будет абсолютно тотальной. Все остальное, про вот эти окна возможностей, про зеленую экономику, про это все, это все ерунда полная. Расчет только один, что, вот, значит, с Россией случится что-то непоправимое, что или здесь они, значит, что такое устроят внутри этой самой, или, значит, санкции, так сказать, додавят, как бы, Россия возьмет и пойдет на попятные. Тогда, может быть, цены пойдут вниз, как бы, на это самое, на газ и нефть. Вот, собственно, и все. А другого расчета никакого нет. Поэтому, собственно, наша задача по поводу экономики максимально разумно использовать все имеющиеся у нас ресурсы с одной только целью, да, модернизации, развития, укрепления экономической самодостаточности. Вот и все, любыми способами, какие только можно для этого придумать, невзирая ни на какие-то, так сказать, правила, там, права, эти договоры, законы и прочее, прочее. Потому что, еще раз говорю, совершенно незаконно у нас просто украли огромное количество денег. Потому что, вы же понимаете, что вот эта заморозка наших этих самых денег, она никакими законами не объясняется. Они говорят, вот мы наказываем Россию. Если говорить о международном праве, кто дает такое право кому-то наказывать? Никто. Просто вот они так решили, потому что это лежало у них, это самое, фактически это лежало у них, потому что мы вот это забираем. В этой ситуации я не вижу никаких абсолютно, значит, сдерживающих факторов для того, чтобы не поступать исключительно в собственных интересах. Вот это наша задача. Вот это наша задача. Да, сейчас нам нужно будет сделать небольшую паузу, и через несколько секунд мы вернемся. Тут же еще они говорят о том, чтобы вводить эмбарго на уголь. Тут тоже интересный момент. Для России рынок Евросоюз плюс Великобритания это 22% от общего экспорта угля. Но для Европы зависимость такая, 50% импорта это поставки из России. То есть сложновато. То есть они пытаются отрезать, но им будет сложнее, чем нам, получается. В том-то и дело, что им будет сложнее, чем нам. Поэтому я вот не вижу смысла здесь миндальничать. Почему? Они рассчитывают на то, что, так сказать, мы загнемся, а нам надо рассчитывать на другое. На то, чтобы как можно быстрее их поставить в очень сложную ситуацию, при которой им придется как-то там что-то переосмыслить. Потому что пока, надо сказать, что мы даем им дышать. Мы им даем дышать. Поставляем газ, уголь и все остальное. Мы даем им дышать, как бы, да. А это позволяет им, скажем так, снижать издержки от обратного действия санкций. Все равно они по ним бьют очень серьезно, потому что рост цен на электроэнергию в Европе в разы во многих странах. В разы поднялось, да. Не на процентики на какие-то, а в разы. И на многие другие, как бы, так сказать, ресурсы. То, что лето впереди, это, конечно, им, может быть, чем-то и поможет. Но, тем не менее, да, на самом деле, все равно, как бы, электроэнергия, она нужна и летом будет. Там жара, как бы, в этой Европе. У нас тоже жарко, но не так, как у них. Поэтому кондиционеры работают и все остальное. Вот и все. Поэтому я думаю, что здесь тоже идет игра на расчет времени. Расчет времени, так сказать. Кто быстрее, кто быстрее, как бы, почувствует невыносимость, да, вот этой ситуации, тех санкций, которые они внесли. И действительно, там и за рубли можно переводить, и на все остальное, так сказать, что мы там продаем. Хотя вот эта схема, как бы, с рублями для меня тоже остается не вполне прозрачной. Я ее не очень понимаю пока. Но, возможно, это просто потому, что я не имею достаточной квалификации в экономике, в чем я отдаю себе вполне отчет. Вот, якобы, так сказать, и не пытаюсь это изображать. Вот, но, тем не менее, я не вижу смысла, не вижу смысла что-то ждать в этом, вот, в этой ситуации. Вот, а давайте, давайте они, может быть, они вот как-нибудь там что-нибудь подумают. Вот, нет, они, или они что-нибудь изменят. Нет, они не будут ничего менять, они ждут, что мы загнемся. Вот, собственно, и все. Вот, менять ничего не будет. Здесь надо действовать очень быстро, действовать по парадоксу, так сказать, действовать, может быть, даже нагло. Вот, потому что, еще раз говорю, там, взять просто и отыграть все назад, да, и сказать, ой, знаете, тут это самое, произошла такая, так сказать, маленькая ошибочка, или что-то в этом роде, как бы, да. Это будет означать поражение, так сказать, путь к путь, там, я не знаю, гражданской войне, там, я не знаю, распаду, там, и прочее, прочее. Оно нам надо? Я думаю, нет. Поэтому надо исходить из того, что есть сейчас, и сейчас действовать, ну, максимально, максимально дерзко, если хотите. Максимально дерзко везде, где это можно, потому что тут надо выйти из этой линейной парадигмы, да, надо действовать, еще раз говорю, так сказать, дерзко по парадоксу и очень быстро. Очень быстро, и не беря в расчет, например, скажем, интересы тех, кого мы называли партнеров. Наших, их интересы нас больше не интересуют. Их интересы нас больше интересовать не должны. Интересовать должны только свои интересы. А дальше можно выставлять там любые условия. И здесь время очень важно. Посмотрите, вот, от момента, как бы, введения санкций против нас до момента объявления о торговле за рубли прошел целый месяц. Это много. Это много. За этот месяц они смогли сделать очень много. Ну, например, там, простая вещь, там, да, даже те же самые боевые действия. Вот, например, скажем, в начале той же самой операции город Одесса был совершенно беззащитным. А сейчас за этот месяц они смогли перекинуть туда две бригады, как бы, да, так сказать, это самое, и заминировать там весь город по периметру. Вот, и, опять же, залить все это бетоном, как бы, и они продолжают это делать. Время здесь очень важно. Очень важно время, так сказать, правильная тактика, стратегия, как бы, расчет. Стратегия, это называется, кстати, темп. Темп называется. Темп, такой был советский телевизор. Ага, вот видите как. Да, я понимаю, да, тут это очень важно, да, вот этот темп, как бы, рассчитать правильно. И в экономике, в этой экономической игре точно то же самое. Здесь надо меньше ждать, больше, как бы, да, действовать на опережение, на перехват, на инициативу. И вообще, ни о каких там разговорах про то, что как бы там сделать поудобнее западным партнерам, про это надо забыть просто, и все. Забыть навсегда. Потому что нам поудобнее не будет делать ни при каких условиях. Учтите, да, так сказать, это даже здесь не стоит никаких иллюзий по этому поводу питать. Так что с этим углем, да, они покупают наш уголь, они покупают наш газ, нашу нефть, они продолжают это делать, как бы, да, американцы продолжают это делать. Это надо использовать. Я бы это, вот, например, тоже обусловливал политическими требованиями. Мы все тоже, я не знаю, опять же, действительно, я не обладаю всей полнотой информации, вот, естественно, да. И, в общем, еще раз говорю, все, что я говорю, это мое частное мнение. Частное мнение, так сказать, да, исключительно. Вот, но, тем не менее, вот, попытка, так сказать, играть по тем правилам, жизнь изменилась, а попытка играть по тем правилам, которые были до этого, и делать вид, что ничего не случилось, я не вижу в этом смысла. Не вижу, все случилось и случилось, все, так сказать, умерла, так умерла. И до свидания, как бы, и нечего, так сказать, по этому поводу страдать. Вот, хотите и так, не хотите, все, до свидания, как бы, отключаем это дело, да. Потому что вот эти схемы расчетов, вот, для меня, вот, это загадка. Вы спрашивали, платят они или не платят. Я не очень понимаю, платят они или не платят сейчас. Не очень понимаю, потому что они заморозили все наши валютные счета. И я так понимаю, что ситуация такая. Мы поставляем газ, они как будто бы платят, но на тот счет, который заморожен. Но вообще они заморозили резервы Центробанка. Счета компаний, я думаю, что нет такого. Не знаю, насколько я понимаю. Нет, мы не можем пользоваться этой валютой. А насколько я понимаю, они как будто бы платят. Может быть, я не прав, так сказать. Как будто бы платят, но они перечисляют эти деньги туда, откуда мы их забрать не можем. Думаю, что нет. Но судя по тому, что я считаю, что валюта поступает в страну. Тогда объясните инициативу Путина продавать газ за рубли. Я не буду ничего объяснять, Сергей Александрович. А, Сергей, не будете? Я тоже не специалист, так же, как и вы. Все объяснил сам президент. Вот сам президент объяснил ровно это, о чем я говорю. Он сказал, что мы переводим оплату за рубли, потому что у нас нет физической возможности получать валюту за поставляемый газ. Значит, сейчас за газ мы не получаем, судя по всему, ничего. Но он сказал, что поставлять бесплатно не будем, так что тут вопрос. Я не знаю, Сергей Александрович. Нет, я понял, понял. Президент разъяснил, Песков тоже дал комментарий. Песков это большой авторитет в области продажи газа, вне всякого сомнения. Ну, он пресекретный президент, в любом случае он авторитетнее меня, поэтому вот он вам объяснит. Он авторитетнее нас всех, так сказать. Да и, наверное, он всем нам что-нибудь объяснит. Но, тем не менее, как бы иначе бы никто бы не пытался переходить на расчет, так сказать, за рубли, если бы это все было так. То есть они где-то там, может быть, и складываются, но можем ли мы им пользоваться, не знаю. Может быть, я говорю, может быть, я не прав, может быть, я не прав. Но, в любом случае, это решение очень встряхнуло наших контрагентов и укрепило рубль, надо отметить. Да, вот то, что укрепил рубль, кстати, для многих это, так сказать, очень важно, это очень хорошо. И, в принципе, да, это так немножко успокаивает. Но это, знаете, что самое главное, это говорит о том, что, на самом деле, если вы действуете достаточно дерзко, можно добиваться результата, причем быстрого достаточно. А то тут просто рассказывали, рубль никому не нужен. Но вот он теперь всем нужен. Да, укрепление рубля, оно произошло, произошло. Это реальный факт. Ну, не буду говорить, что он вернулся совсем до этого уровня. Да, если честно, я вообще даже не следил за долларами, я их не покупал, не продавал. Я даже не помню, что там было до 24 февраля, какой там был курс. Сейчас где-то в районе 80 с чем-то, да? Да ну нет, я думаю. Но я могу вам посмотреть точно, сказать, сколько сейчас биржу. 84 или там сколько-то там, 86, не знаю. А сколько было до этого, я, честно говоря, не помню. Но это говорит только об одном, что когда вы действуете достаточно, значит, так сказать, как это модно говорить, проактивно, то и результат может быть. Сейчас доллар 83, евро 90, вот пожалуйста. А до этого я не помню, сколько он стоил. Ну, были там, я не знаю, за 100 уходил. Не-не-не, я имею в виду до 24 февраля. Ну, до 24, ну, примерно 70 там с чем-то. А, 70 с чем-то, да? Ну, тем не менее. Ну, это не супергигантская разница, и надо сказать, что вот это решение, продавать газ за рубли, оно в том числе помогло укрепить нашу валюту. Да нет, я его поддерживаю. Я решение-то поддерживаю. Я решение-то поддерживаю. Я просто говорю, что, как бы, да, если действовать быстро, там, проактивно, то можно получать достаточно быстрые результаты, вполне реальные. А как раз попытка что-то тянуть, ждать, так сказать, на что-то надеяться, она бессмысленная. Она совершенно бессмысленная, потому что это позиция слабых. Давайте подождем, может быть, оценят наше, как бы, поведение, может быть, войдут наши положения. Не, никто не оценит, никто никуда не войдет. И раньше не входили, так сказать, а сейчас и подавно не буду. Поэтому действовать надо быстро, решительно, так сказать, да, и вот, так сказать, однозначно. Вот, поэтому по рублям посмотрим. Единственное, что вот я тут с этой тоже, с своим отъездом, как бы, я потерял немножко темп. Да, темп потерял. Но мы сейчас наращиваем. Потерял этот самый, потерял вот, и мне там было не до того, чтобы следить за этими курсами и за тем, что происходит. Я не очень понял, так сказать, ведутся ли переговоры. Вот, то есть, готов ли сейчас кто-то этими рублями платить. Слышал я, вроде бы, как, что какие-то переговоры ведутся. Ну, с Венгрией точно ведутся переговоры по рублямам. Вот это совершенно, это одно, что я знаю. Надо поздравить Орбана с победой, кстати, с решительной. Да, кстати говоря, Орбан-то вот победил, несмотря на то, что ему там прочили, значит, провал. Другой исход, да. И говорили, между прочим, что вот как раз его поддержка, не поддержка, а его такое вот странное отношение к России, оно приведет к провалу на выборах. А вот и не привело. Оказывается, все не совсем так, как нам рассказывают условные, так сказать, там все эти СННы, Вашингтон-Посты и эти Guardian и Financial Times. Не привело. Не привело. И в Сербии, кстати, не привело. Вучич тоже победил, причем очень серьезными этими самыми. А им всем, между прочим, ставили в вину вот это вот, типа, то, что вы не осуждаете Россию, не вступаете в санкционный режим, как бы вы сейчас за это поплатите на выбор. Оказывается, население-то их поддерживает. Это тоже интересный факт. Ну что, мы эти факты интересные продолжим уже обсуждать в другой раз. Сергей Александрович, спасибо большое. Всего доброго. До свидания.